Библейский портал Экзегет Слова Священного Писания Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов Что здесь имеется в виду, спрашивает человек, приводя стих Евангелия от Матфея, 23 глава, стих номер 14 Что значит, что книжники и фарисеи лицемерно поедали дом и вдов Ну, на самом деле, несложно себе представить эту жизнь книжников и фарисеев того времени Это были люди, которые, с одной стороны, считали себя такими духовными руководителями современного им общества Зачастую ставили себя намного выше его Благодаря тому, что глубже изучали Священное Писание Глубже, как им казалось, поднимали его И способны были донести его суть до окружающих При этом, естественно, это требовало затраты времени и сил И они очень много и времени, и сил как раз-таки тратили на то, чтобы изучать Священное Писание Разъяснять его, проповедовать А на какие-то дела такие мирские у них уже времени не оставалось Поэтому, естественно, что не занимаясь каким-то ремеслом, рукоделием Они предпочитали жить за чужой счет То есть принимать добровольные пожертвования Ну, а кто еще столь охотно не давал эти самые пожертвования Как определенные категории общества того времени Вдовы, которые остались наследницами богатого или бедного Имущества своих мужей Которые, как правило, уже вырастили своих детей Которые уже реализовали себя как жены и матери Реализовали себя в общественном отношении И по, так сказать, такому достаточно узкому кругу Своих возможностей и стремлений Главным делом своей жизни Теперь почитали угождение Богу Угождение Богу на этом пути, так сказать Кто, как им казалось, мог принести им пользу? Естественно, те самые книжники и фарисеи Которых они приглашали в свои дома Которых они содержали На которых они тратили и свои сокровища Если таковые доставались им от их богатых мужей И свои лепты Если это было их единственное содержание Как у бедных вдовиц То есть это были люди, которые по своему простосердечию И при этом по своей такой тяге к религиозной жизни Готовы были отдать то последнее Что у них находилось тем Кто, казалось, готов был помочь В их духовном возрастании В их религиозном поиске Но поскольку зачастую, как мы знаем Отличительной чертой фарисеев и книжников Было им на лицемере Они учили тому, что не делали сами И призывали жить так, как не жили сами И поэтому их лицемерное учительство Сводилось к тому, что они тратили на собственные нужды И собственные житейские удовольствия Те средства, которые могли им предложить Их почитатели, видимо, большую часть Из которых, или по крайней мере, значительную часть Составляли именно те самые Ищущие духовного просвещения вдовицы О которых говорит Господь в своих словах Внеси свой вклад, оцени, подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!